Ну что я могу сказать, рынок очень сильно растет. Если первые легалы ворцы собирали максимум 120-150 человек, то на сегодняшнем ворце присутствует порядка 300 человек. Мы находимся на сломе поколения. Мне кажется, что через 5-7 лет лицо юридического рынка будет кардинально меняться. Потому что кто-то уже будет выходить с рынка, обязательно пустое место не бывает, обязательно будет заполнено другими игроками. Действительно, новые лица, смена поколений в каком-то смысле, даже не смена поколений, а в том, что молодежь теперь на равных. Если раньше они смотрели снизу вверх, то теперь они смотрят вровень. И это стимул и для тех, и для других. С одной стороны, уже не совсем правильное выражение «надо на кого-то равняться». Все вроде как подравнялись. И когда мы смотрим друг на друга, теперь работает другое. В чем твой профессионализм? В чем твое умение больше получить клиентов? В чем твое умение больше получить проектов? И эта здоровая конкуренция делает Украину, наверное, самым конкурентоспособным юридическим обществом на просторах Восточной Европы на сегодня. Я хочу вам отметить, что украинский юридический рынок, в отличие от рынков соседних стран наших, он очень сильно структурирован. Что это значит? Здесь действуют правильные правила. То есть, если ты заслуживаешь, ты побеждаешь, ты лучший, тебя уважают. И вот как раз юридическая премия, она показывает реальное состояние вещей. Я бы отметил еще некую тенденцию в том, что молодые компании, молодые фирмы сразу же стремятся попасть в топ, сразу же ставят перед собой высокие цели. И, безусловно, это подогревает еще больше конкуренцию на юридическом рынке, заставляя такие компании чувствовать себя уже какими-то, ну, как мы, да, чувствовать себя уже старожилами рынка, да, в своих отраслях во всяком случае, тем не менее ставя все более высокие задачи. Для нас это элемент престижа. Для нас это элемент престижа, для нас это некая оценка. Вы же понимаете, что юристы и адвокаты, они очень ограничены в каких-то оценках, да. Многие вещи, которые нам говорят клиенты, они консиденциальны, и те успехи, которые мы достигаем в тишине зала судебных заседаний, не всегда становятся достоянием публики. И для нас важен вот некий элемент публичности, и то, что для меня очень важно, для меня важно признание коллег-конкуренциями, да, вот когда меня поздравляют те люди, с которыми мы конкурируем, ну, для меня это важно и приятно. Это абсолютно эволюционный процесс, и не стоит, наверное, торопиться, потому что у них есть рычаги влияния, методики, инструменты, которые старая команда применяет. Но дело в том, что они почему-то не up-to-date, и они не очень обновляются, когда мы видим новые методы, новые техники, новые способы. И они не очень активно реагируют на изменения обстоятельств, внешних факторов, то есть не очень активно привлекают СМИ, не очень активно используют соцсети, троллинги, прочие вещи, которые порой срабатывают. И вот когда уже получится такое количество инструментов на рынке для того, чтобы они полностью не смогли ими полноценно пользоваться, и они захотят на пенсию, тогда произойдет смена элит, смена вековых пластов. Ну, безусловно, появляются новые участники. Что касается победителей, их очень много все тех же. Почему? Потому что, ну, все-таки не зря... Это свидетельство о том, что они не зря выбираются, да, потому что лучше есть лучше. Я хотел бы вспомнить тот тезис, который сегодня звучал уже много раз со сцены, что мы выбираем первого среди лучших. То есть абсолютно все номинанты, и в частности сегодня, я в этом убедился, абсолютно все номинанты очень сильные, и хорошие, настоящие эксперты в своей отрасли. Продолжение следует... Продолжение следует...